Собираетесь освоить волосковую технику, но не знаете, какое правильное движение выбрать на волоски? Ведь их много за последнее время. Давайте разберем все существующие и выберем оптимальное. Итак, то движение, которым я работала 10 лет назад. Плавно из воздуха прикасаешься к латексу, проходишь на одной глубине, плавно выходишь. А если вдруг волосок получился неплотным, проходишь еще раз. Недостатки. Это то, что в процессе ты должен находиться на одной глубине, но рука предательски подрагивает, и где-то ты заглубляешься так или иначе. Плюс игла-единица проваливается в латекс, ну и в кожу, соответственно. Очень легко, и линия получается нестабильная с подплывами. Можно еще вот таким образом. Ставишь палец на латекс или на кожу, в зависимости, что перед вами. И такое легкое прикосновение. И на вылет. И тут же возвращаемся. И на вылет. Очень красивые получаются волоски, но тоже довольно опасно. Хотя палец поставленный на кожу предохраняет от большого заглубления, потому что уже вверх-вниз игла не скачет, и движение совершить проще. Удобно работать так на широких, таких размашистых бровях. Из минусов, что вы можете не попасть туда, куда нужно, и создать двойную линию, вот как примерно я сейчас. Еще вариант. Это когда вы легко прикасаетесь и, находясь в коже, возвратно-поступательными движениями усиливаете линию. И удлиняете ее. И на вылет в конце. Начало-окончание, как вы видите, у всех волосков одинаково тонкое. Какая может быть проблема? Если очень сильно увеличить, то есть вариант, что у вас вот такая линия создается. Что вы не совершаете линию в одной борозде, вдвоите-троите, создаете вот такую некрасивую линию. Естественно, никогда красиво это не заживет. И опять чревато заглублением. Очень легко можно заглубиться и сделать некрасивую работу. Еще вариант. Когда волосок создается растушевкой. То есть, довольно быстрое движение. Просто уплотняясь в нужных местах, мастер создает линию. То есть, это прям чистая растушевка. Начало и окончание тоненькие. Что может быть из проблем? Что вместо того, чтобы создать четкую линию, мастер создаст какую-то вот такую непонятную, невнятную дымку. С непонятными вкраплениями. И получится в итоге ошибка. Четкого волоска не будет. Будет какое-то размытое пятно. Ну и самый правильный, самый идеальный вариант. Это когда мы кладем штрихи. И каждый следующий наслаиваем на предыдущий. Вылетаем процентов на 20. Процентов на 80 мы усиливаем волосок, нарисованный до этого. Начало и окончание также тонкие. За счет того, что вместе прикосновение одно движение. И вместе вылета одно движение. Волосок может быть толстым. Если нужно его утолстить. То есть, легкое движение в сторону. Или волосок может быть тонким. Все зависит от задачи. И от кожи. И от пожелания мастера. Но на самом деле, вот это движение последнее. Оно самое эффективное. Самое безопасное в плане заглублений. И если вы собираетесь освоить волосковый метод, то пользуйтесь им. Сейчас сотрем, посмотрим, что у нас получилось. По качеству. Из наших волосков. Так, ну смотрите. Первый волосок имеет четкие границы. Если очень сильно увеличить, то видно, что местами рука подрагивала. И, кстати, вот в этих волосках, я раньше работала таким образом, часто получались такие пробельчики в виде точечек. То есть, где-то пора, где-то какое-то оплотнение на коже. Игла провалилась и не проработала. И остается пустота. Ну вот, второй волосок тоже достаточно нестабильный. Третий волосок, вот я даже вижу, вот тут с заглублением. И тоже нестабильный. Пустота, потом усиление цвета, потом более-менее. И вот этот очень яркий, очень холодный даже здесь уже. Потому что это вообще прям, когда ты внутрикожно, так можно работать на очень плотных, толстых кожах. Возможно, на азиатских кожах, потому что они офигенные по качеству. Но крайне осторожны. То есть, только опытные мастера. Поэтому будьте осторожны, чтобы, кстати, не создать вот такую линию. Растушевочный волосок прекрасен. Но он может быть слишком рыхлым и зажить полупрозрачно. Но это все дело контроля. Заглубиться в этой технике гораздо сложнее. И вот такой внахлест волосок, он самый стабильный в плане нанесения. То есть, он может быть ярким, он может быть полупрозрачным, он может быть толстым. И из всех вообще предыдущих я выбираю последний вариант. Работайте. Кстати, на моем курсе мы очень много будем работать в волосковом методе. И подписывайтесь. Ссылка в описании к этому видео. Записывайтесь на курс. Он начнется у меня 1 марта.